Всем доброе утро. Сегодня 30 марта, среда. Я уснула вчера, прям буквально за секунду, в наушниках. И ночью у меня упал кейс жёсткий от наушников на пол. Со второго яруса услышали и я, и мама, и Юля. А наушники я нашла утром уже в кровати. Я на них спала, походу. Кровать ужасно скрипит. Это просто вот... Я вот так. Просто будешь ночью пошевелиться. Ужасно скрипит. И с утра уже прям все бахкают дверями, потому что двери они сделаны у них с вот этими водружками, которые вот так вот, как у нас, не закрываются. Ты их захлопываешь почему-то. Я не знаю, как это работает. Ну, в общем, сейчас уже будет завтрак. Он у нас с 7.30 до 10. И у нас не было горячей воды вчера, поэтому мама с Юлей пошли в мою голову и сейчас. И я, скорее всего, пойду на завтрак одна. Я просто не особо люблю туда ходить. Одна, тем более. Мне неуютно, потому что столько взглядов со стороны. Я же прям, не знаю, некомфортно себя чувствую. Плюс снимать мне неуютно, когда кто-то смотрит вот так на меня. Ну, в общем, хорошего дня. Я буду снимать дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы идем Юле за кофе и уже обратно в нашу комнатку. Мы только что после завтрака, после с мамой на первом этаже, в первый комнат, чтобы набрать Юле кипятка для кофе. Потому что она сам на завтрак не ходит, у нее работа. И попали в такую неприятную ситуацию. В общем, там стоит большой такой, как не термос, а именно, как самовар, допустим, да, где всегда хранится кипяток. Там он рассчитан на 16 или на 20 литров. И уже собралась очередь, потому что воды не было. Она закончилась, и то есть те люди, которые там работают, они должны ее потом набрать. И женщины с мужчиной стояли, которые впереди. Они начали очень яро возмущаться и прямо кричать то, что почему каждый раз тут нет воды, хотя вода есть чаще всего. Почему мы не можем набрать воды? Почему волонтеры не дают нам ответы на наши вопросы? Им девушка объясняет, они вас не понимают. Волонтеры общаются на английском, на немецком. Они в идеале знают два языка плюс-минус. Есть русские волонтеры, но их можно встретить гораздо реже. На русском и на украинском никто вас тут не понимает. И это не входит в их обязанность, чтобы вот конкретно вас успокоить или что-то еще. Другие люди стоят и говорят, ну типа, хорошие условия, все хорошо, успокоитесь, сейчас будет вода. А они начинают возмущаться, что, мол, типа, как это так? Почему к нам так относятся? Я говорю, вы приехали со страны, в которой идет война, вам предоставили жилье хорошее, жилье хорошее, вам предоставили трехразовое питание, воду, чай, все, что хотите, все бесплатно. Еще лежат там обрушки, детские вещи, которые можно брать бесплатно. И все равно вам этого недостаточно. Вы начинаете возмущаться, качать какие-то права, что вам кто-то что-то тут должен, хотя никто ничего тут не должен, на самом деле. Это очень обидно, потому что стоит вот такая толпа, которая друг на друга кричит. И волонтеры, которые рядом ходят, они не понимают, в чем дело, почему мы ругаемся, потому что они не понимают язык, ни русский, ни украинский. Они стоят рядом и слушают, и просто вот реально они стоят в таком шоке, не понимают, что случилось такого, какая ситуация произошла, из-за которой нужно так кричать и собачиться. А потом одна девушка ему объяснила, что типа все хорошо, просто, ну, некоторые люди, которые тут ходят, у них слишком завышенная самооценка и самомнение, что им тут все не так, им должны были предоставить трехкомнатную квартиру и еще куча всего. Но постоянно их обеспечивать всем, чтобы кипяток у каждого был, на самом деле это неправильно, потому что нужно быть благодарным даже за те условия, которые вам предоставили, а они реально хорошие. Вот после этого мне обидно, что на самом деле к нам будут все равно относиться не так, потому что люди, которые тут живут, немцы, да, или иностранцы, они понимают, что есть часть украинцев, которые принимают и понимают, а есть часть, которая просто быдло, вот честно, другого слова нет, или на самом деле за это очень сильно меня было. Но людей уже не исправить, а их исправить только вот тут можно. Они должны для этого дойти сами. Так что вот так. Я уже привела себя в порядок, вот какой-то фильм, какой прикольный, что лицет воздуха. Сыгой светло, вот рожать нельзя. Мы уже привели себя в порядок, сейчас поедем к Оле, потому что мы договорились погулять, у нее сегодня последний выходной, и нам еще нужно решить вопрос с квартирой, потому что тут нам жилье, как я уже говорила в прошлом влоге, жилье нам тут вряд ли предоставят. Это будет, скорее всего, общага или такой же центр, просто нас будет прикидывать с центра в центр, чтобы тут не занимать место. И нам сказали, если у вас есть возможность, ищите своими силами, старайтесь, делайте так, чтобы вы сами отсюда съехали. Поэтому это вот единственный такой вариант, благодаря которому мы сможем быстрее отсюда уехать, в другое место. И тут освободится комната для других людей. Думаю, что-то берем вообще? Вот есть сыр, как Коля брала, мы можем взять вот там, да, с таким бутом. Ну да, я тоже беру. К нам ничего больше не надо? Хорошо, ну сейчас поймем, что-то будем. Ну давай, когда зайдем. Вот такие есть, это в пакетиках. Какая-то есть, нет ли с чем? А это крома. Вот это крепкий. А, капс. Вот это капсула уже, наверное. Есть. Это иди-ди-ди сюда? Нет. 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 А, это тоже тварь, да, что ли? Какие эти-то? Нет, это не точно. А, вот мавни. Вот и снизу. Три в одном нету? Нет, эспрессо и классический. То есть без мавни. Слепкий пилис. Ну, два евро это, ну как, вот еще, классик, классик, классик два в одном. Давай классик три в одном возьмем минимум. Если пить, то никого нельзя, ты шпин толкнуй. Мы можем потом просто молоко взять пакет молока, а на эспрессо есть. Ну, смотри, эспрессо 25, а это 20. А цена одинаковая, это есть рецепт. Ну, давайте я спросил. А тут есть рецепт, ну вот такое. Рецепт просто и там есть. И чайочек есть. Или какие-то. Или какие-то. Или какие-то. Если я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу. Ты смотришь, что-то, где-то, где-то, где-то. Я записала. Ну, мне виток. И виток. Я виток. Ну, вот это у нас есть. И вот такие. И вот это все. Все. На кассу. О, у них такой большой выбор пиццы, смотри. Вот все они, вот такие. Прикольно. У нас в Киеве столько нет выбора. Все шпинаты, моцерелки. Видела, мам? Сколько у них разных едок. Я не по пицце. А я по пицце. Шоколадки мелко. Цена как у нас, но у нас нет вот такой. Лично я не видела. Вот уже мелко-молочный. Вот такой. А тут нет моей любимой. Нет, но есть вот такая. Я такую тебе не покупала. Вот такая. Я такую не покупала. Это экстра какао. Это будет, наверное, чего я сказала, добрала. Знаешь, какой-то тушь. Пойдем. У меня есть. Ну, так пойдем. Все уехали гулять в город. Я осталась у Оли, потому что скоро начинается учеба. У меня через два дня. Мне нужно закончить желательно конспект. Потому что потом начнется учеба. Я не буду успевать делать это. Плюс у меня курсы по немецкому. И как-то свободного времени у меня останется. Я пытаюсь включить новый уже третий раз. Я его включаю. Он у меня просит пароль. Все прогружается. Я ввожу пароль. Он очень долго грузится, грузится, грузится. Я его выключаю. Второй раз делаю то же самое. Тоже проходит очень много времени. Та же самая. И третий раз то же самое. Вот сейчас, наверное, будет. Я, честно, не знаю, как с ним бороться. Потому что он реально был дорогостоящий. Он хорошо работает. Он хорошо тащит игры. Все прям. Но вот этот момент. То, что почему-то он начал в последнее время очень мало работать без зарядки. И очень сильно тупить. Я не знаю, с чем это связано. Скорее всего, я его чем-то забила. Или, может, что-то туда закинула, занесла. Но Миша сказал, переустановить винду надо. А чтобы переустановить, мне надо куда-то все файлы перекинуть. Потому что у меня тут вся учеба с первого курса. Все какие-то работы, которые мы сдавали, вдруг пригодятся. Все какие-то фотки, мои видео. То, что я сюда скидывала. И вот, как бы, вот. Они пишут, подождите. Да? А потом она запросит пароль. И нифига. Я не знаю, честно. Если повезет, это будет счастье. В общем, снова там вся ситуация разрешилась. Он каким-то образом начал работать. Я не знаю, как это произошло. Он долго включался. И включился у меня на четвертый, кстати, раз. Я уже поговорила с Мишей. Продолжаю пока писать конспект. И посмотрите просто, как затянуло небо. Но для сравнения, когда мы сюда приехали, была температура 20-22 градуса. Утром было прохладно. Прям очень. А днем было настолько жарко, что в футболке уже было прямо аж... Ух, как жарко. И вот эти дни это будет плюс 13, плюс 12. И потом дойдет постепенно до плюс 4. И потом уже температура начнет подниматься. Но вот эти дни, конечно, в холоде тяжело. После того, как уже такое тепло было, перейти снова в холод. Потому что мы не брали с собой теплые вещи относительно. У нас есть кофты, курточка, ну, типа легкая. Плюс 4, это уже почти зима. Но это будет один день. Я надеюсь, что мы его быстро пересидим. И все будет хорошо. Я тут пишу конспекты, смотрю вложек, пью колу. И слышу по звукам, что на улице уже прям капец-капец дождик прошел. Мы уже вернулись. И пьем. Юля с мамой купирует такие вот внуки по 69 центов. Это... 69 центов это сколько? По 20 гривен, грубо говоря. И вот такая она со вкусом как будто... Она, ну, тоненькая какая-то, прям... Если ты в сперсинг... Вот тут... Мы уже сходили в душ. Будем ложиться спать. Насчет квартиры пока ничего неизвестно. Будем в понедельник решать.